Привет, друзья! С вами Иринка Витилару и её новый клёвый сосед Мартин. Привет всем! У нас актуальная сегодня тема в видео. Мы хотим с вами обсудить коронавирус. Мы решили сесть на мопед, прокатиться по городу, посмотреть ситуацию, оценить обстановку, показать вам и рассказать, что у нас здесь, собственно, происходит. О, война собак происходит. Валим. Одеть маски, чтобы не подцепить нигде вирус из воздуха. Задравить шлюзы. Погнали! Вот, видишь там. Так, мы приехали к железнодорожной станции города Лидс и... Сегодня среда. Середина дня. Обычно тут тысячами, тысячами народу. Но сегодня, как видите, пустота. Никого нет. Сайлент Хилл посреди бела дня. Заглянем на автобусную станцию. Я думаю, двери откроются, а людей там почти не будет. Почти, но всё-таки есть. На самом деле транспортное сообщение здесь до сих пор работает, но люди же должны как-то перемещаться. Водители тоже в масках работают. Но я никому не подхожу. И ко мне не подходи. Не буду. Только на мопеде. Тут же в центре наш любимый рынок, где обычно много-много вкусных фруктов и всякой другой блошиной торговли. Как видите, все попрятались. Попрятались. Вчера мы сюда приезжали закупить фруктов. И были только... Барахольщиков не было. Были только продавцы фруктов. И они сказали, что до субботы они работают. И то не факт. И то не факт. И то было мало продавцов. Вообще, наверное, треть. Они сказали, что субботы они закрываются на 12 недель. На 3 месяца. 12 недель. Я без фруктов. Ну, супермаркеты? Ну. Мне кажется, я не вовремя вернулась из Питера в Англию. Под самый карантин. Но на солнце. Да. Да. Пойдем дальше по глазеем, что происходит. Автобусы пустые. Буквально по одному пассажиру можно найти. И мы идем на разведку в центральный рынок лица. Сим-сим, откройся. Какой раздонал. Походу, все сворачиваются окончательно. Лавочки прикрыты. Везде. Обнаружили один киоск. Что у нас здесь написано? Дистанция просит соблюдать 2 метра. Но продукция продается всего по тем же ценам. Никто не заламывает. Как некоторые пугаются, что в связи с этой ситуацией наоборот цены повышают. Появился бортик. Ограничитель недопускающих людей. Просит соблюдать дистанцию близко. Не подходить, не чихать, не кашлять. Лавочки с индусами. Ограждаются от всех. А вот здесь интереснее. Здесь работают обличане. Так, какие у них здесь требования? А никаких. Вон там девушка даже на витрине легла. Никаких масок. Ничего. Вон мясо продают. Ничего не боятся. Смотри, сколько товара здесь. Все еще можно найти фрукты. С голоду не помрем. Но вопрос, через сколько дней их закроют. Так, здесь тоже чего-то просят. Просят подходить только по одному человеку. Нам надо по-русски объяснить. Я спросил продавца. Собирается ли он продавать дальше? И заставляет ли его закрываться? И он сказал, что нет. Пока что торгуем, как обычно. Бизнес продолжается. Сказал, что рыбы больше нету. А фрукты есть. Еще одна фруктовая лавочка. Но мое сердце успокаивается. Я гречкой не закупалась. Меня волнует только апельсины. Туалетная бумага. Точно. Следующий шаг, я думаю, надо поездить, поискать туалетную бумагу. Все уже закупились. Значит, сегодня у нас 25 марта. Уже, по-моему, недели две назад люди начали скупать туалетную бумагу. У них это очень хорошо получилось. Потому что у нас вчера не получилось ее купить. А мы не запасались. Мы не подумали вперед. Но я видел. Надежда не потеряна. На фейсбуке предлагают семи туалетной бумаги. Которые можно посадить в огороде и вырастить в свою туалетную бумагу. Эти тюбики, на которые наматывают туалетную бумагу, их в кучу сложили и предлагали уже как семя. Здесь выглядит, как воскресный автонюн, когда пусто. Все магазины закрылись. Как будто бы въезда. Люди разлетелись, накормлены, летят домой в свои гнезда, которые нигде не знают, где они находятся. И люди тоже разлетелись по своим гнездышкам и отдыхают, смотря Netflix. Главный торговый комплекс. Все перекрыли. Значит, вообще все магазины закрыты. Абсолютно все. Кроме продуктовых и аптек. То есть магазины первой необходимости еще работают. Тут еще полиция патрулирует везде. Итак, обстановка в стране в Англии на 25 марта. Два дня назад премьер-министр выпустила видео, которое взбудоражило многих, потому что нам поставили условия и рамки пребывания на улице. Нам ограничили свободу. Сказано сидеть дома по возможности. Если вы можете работать дома, то делать это из дома. Ходить на улицу один раз в день, заниматься спортом можно на природе. Ну и только первая необходимость в магазины, аптеки. А так сидеть дома и не высовываться. Да, и желательно не входить в контакт ни с кем. Он сказал, если друзья, вас просят прийти к ним в гости, отказать. Также нежелательно ездить, навещать семью, родственников и создавать группу больше двух человек. То есть если мы куда-то идем, то двое-трое, это уже много, и нас могут разогнать, наказать и оштрафовать. Я не знаю размеры штрафа, но про них говорилось. Про них говорилось. Ну, зная английскую полицию, я думаю, сначала это будет консультация. Сначала нас пожурят, да? Да. Как это называется? Ворнень, предупреждение. Предупреждение. Вот, кстати, за спиной находится моя любимая кофейня. И еще неделю назад мы пытались здесь выпить кофе в центре города, но все было тщетно, потому что все кофейни уже были либо закрыты, либо у них была возможность приобрести кофе с собой на вынос. То есть там посидеть, погреться было уже нельзя. И также в магазинах перестали принимать наличные, потому что это контакт, да. Ну, не совсем перестали, но было ограничено. Ну, их да. Много где было написано, что принимают оплату только по банковским картам. Продавцы работали уже в резиновых перчатках. Я заходила в магазин косметики. А спустя неделю уже вообще кофе здесь не выпить, только дома на лавочке. Спустя неделю даже не разрешено гулять по улице. Так просто, без причины. Ну, не рекомендуется. У меня большая причина. Я вам докладываю обстановку, показываю. Да, у вас есть право знать, что происходит на улице. Так. Не на меня смотри, туда смотри. Нет, я хочу поговорить с тобой, Ира. Давайте возьмем у вас небольшое интервью. Просто проверим, вот готовы ли вы к местной обстановке. Но меня будоражит... А, мне уже отвечать? Нет. Самое главное, где я буду брать апельсины. Так, хорошо. Ира, давайте у вас спросим, сколько вы знаете о вирусе? Что вы знаете о нем? Знаю, что вирус произошел от животных, от летучей мыши, что он искусственно создан, но это все не такая важная информация, потому что для нас важно знать, что, как он распространяется, как от него защищаться, чтобы себя обезопасить. Ну и неплохо было бы знать, как его распознать. Надо знать, когда он может начаться и какие есть симптомы. Серьезные вопросы пацанчик задает. По поводу себя я скажу. Меня этот вирус не сильно пугает. Я не говорю, что я безразлично к нему отношусь, потому что люди заражаются, да, люди страдают. Мое мнение, самое главное, вести здоровый образ жизни и заниматься повышением и укреплением своего иммунитета, а не скупкой гречки и туалетной бумаги. Акцент на том, как помочь организму защитить себя от этого вируса. Маски, я считаю, сильно не помогут. Маски вообще не помогают, но я считаю, что маски помогают не распространять вирус. Вот это важно, да. Если себя плохо чувствуешь, лучше взять ответственность за себя за других людей, не быть опасностью. И, честно говоря, потому и это строгий режим. Сидите дома, смотрите Netflix. Так это можно описать. Ясно, Ирина, да. Я понимаю вашу точку зрения. И еще вопрос, Ирина. А вот какие первые симптомы вируса? Что спросил, симптомы? Да. Какие первые симптомы? Как распознать вирус? Коронавирус. Ну, это температура. Что там может быть? Слизь выделяться из легких, сопли, нос, кашель. Не знаю. Я не знаю, потому что я не подвержена коронавирусу. Ну, может, вашим зрителям будет интересно. Издеваться будет. Никуда не денешься. Давайте найдем полицейских и спросим, какие ограничения, чего мы можем и чего не можем. Давай. О, смельчак. Мы имеем ютуб-канал. Угу. Уже неправильная интерпретация. А если хотим узнать официальную информацию, то нам надо идти либо на веб-страницу, или недалеко припаркован бусик, в котором находится его начальник, то есть местный сержант. Ну, вы хотите его тоже допросить? Мы можем спросить у него. Ну, давай. Может, он сделает официальное заявление. О, и дайте. Что это? Мы подошли к нему, спросили, вы ли что сержант? Он сказал, да. Он нам объяснил, что у них сейчас спецоперация, и снимать мы его не можем, чтобы его лица или его голос не распознали. Ну, и, собственно, информации нам тоже никакой полезной выводить не удалось. Куда нас опять послали? И нас направили в главное полицейское отделение города Лиди, которое здесь неподалеку. Но мы туда не пойдем, потому что нам нужно идти искать уже туалетную бумагу. Сейчас ее раскопят, а нам нужно туалетную бумагу. У нас нет запаса. Это важнее всего. Остальное можно узнать на сайте. Мы сейчас приехали в магазин, наткнулись на такую очень интересную очередь. Это из-за вируса, чтобы держали дистанцию. Советуйте дистанцию 2 метра друг от друга. Молодой человек, отодвиньтесь от меня. Первый раз вижу здесь очередь за эти дни, значит, ситуацию считают уже сильно обостренной. Интересно, чем молодому человеку маска, если он ее держит на лбу? Мы приехали в магазин Моррисон. Здесь тоже какая-то суета, клеит скотч, какие-то границы. Ну давай, шпион. Они сказали, что если слишком много народов придет на закупки, чтобы они держали дистанцию 2 метра. Мне кажется, люди ожидают какой-то вообще паники, суеты. Ты это видишь и ощущение больше какой-то что-либо страха, опасности. Пройдет какое-то время, пару недель, и придется же как-то жить дальше. Мне кажется, именно на этой полке была туалетная бумага. Она и была здесь, тебе не просто кажется. А давайте спросим, будет вообще, ожидается ли? Мне кажется, придется использовать полотенца для рук, салфеточки. Но нам-то нужно быть модными, в тренде. Конечно. Давай узнаем, когда приходить за туалетной бумагой. Что это, пожалуйста? Будет ли есть? Мы выяснили про ситуацию с туалетной бумагой. Если честно, мне немножко стремно рассказывать это зрителям, потому что те, кто в Англии, например, в Лите, сейчас узнают секрет, когда и где можно добыть туалетную бумагу, и нам она может не достаться. Туалетную бумагу доставляют ограниченно, и ее можно купить утром. То есть, кто рано встает, тому бог, пролон бумаги подает. Ребят, простите, пожалуйста, что смеемся, но ситуация меня смешит. Здесь смешит, а когда иду в туалет, я остановлюсь чуть посерьезнее. Миссия продолжается. Едем в другой магазин поиска волшебного рулона. Вот мы приехали в Анду, а есть такая очередь за колбасой. Все соблюдают дистанцию. Вы хотите ждать? Попробуем другие магазины. Попытка номер три. Качество и цене соответствуют? Конечно, нет. То есть, несмотря на то, что есть бумага, мы ее не хотим брать. Не, не придется. Попробуем. 3,49. Мы преследуем самую главную тележку. Брать будем на Бардас. Да? Нормально? Не знаю. Ну, хотя, я не знаю. А нам не стыдно в условиях кризиса еще капризничать? По чем удовольствие? Стоило 5,50 за 24. Я не уверен, что это выгодно. Я считаю, что это невыгодно. Я знаю, где выгоднее. Сейчас трудное время. Трудные времена. Ааа, мужчина-добытчик. Главный трофей. Миссия выполнена. Добро пожаловать в нашу английскую нынче кофейню под названием «Восадули в огороде». У нас кофе в френч-прессе, а в турочке на десерт офигенные королевские пьяники. Ммм, да они в каждой кофейне такое нальют. За результативную поездку по магазинам. За то, что мы добыли 24 туалетной бумаги. Моя очередь задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, молодой человек, ситуация с коронавирусом, как затронула вашу жизнь? В плане еды, финансов, быта, еще чего-то. Я работаю на себя, и на данный момент я могу рекламироваться сколько хочу, но никому мои услуги не интересны. Потому что мне надо лично встречаться с клиентом, а никто этого не хочет. Все в самоизоляции. А у Ринки тоже тугая ситуация. Я же брокки с ресничками должна делать. Опять же, кого приглашать, когда мы должны соблюдать эту дистанцию. И, конечно, многие люди следуют этим указаниям. И другая сторона рабочего вопроса. Это если куда-то трудоустроиться. Сейчас только мест, где сотрудники не нужны. Вчера на сайте я решила подать на Universal Credit, который что означает? Поддержка от государства для безработных. Пособия. Очередь за этим пособием онлайн вчера была 111 тысяч. Потому что за последние 9 дней 500 тысяч человек записались на эти пособия. А без пособия и без работы туалетную бумагу не купишь. И аренду не оплатишь, и апельсины не купишь. И далеко не уедешь. Не говоря о королевских филях. Да. Поэтому сейчас шикуем, а дальше посмотрим, как будет ситуация обстоять. Ну что, друзья, Иринка Витилару рассказала вам о своей ситуации во время коронавируса в Англии. Теперь ваша очередь написать комментарии под видео, рассказать, как эта глобальная проблема повлияла на вашу жизнь, на финансовом плане, физическом плане, на здоровье. Мало ли кто-то из вас, из ваших близких, не дай бог, это коснулось на ментальном, эмоциональном плане. Поделитесь, что происходит в ваших странах. Я знаю, что вы у меня, мои зрители. Со всего мира будет интересно очень почитать ваши комментарии. Вы что, ничего хотите добавить? Берегите себя. Не забывайте мыть руки почаще. Пройдет время, вирус исчезнет, мы вместе справимся с ним, и все будет в порядке. На этой ноте мы с вами прощаемся. Всем желаем улыбок, тепла и добра, крепкого здоровья, стабильности, меньше стресса, больше позитива. Увидимся. Пока-пока. Подписывайтесь на канал Ирины. Не оставайся равнодушным. Жми на эти символы. Ну и, конечно, не забудь про колокольчик. Нажимайте на уведомления. Короче, все кнопочки, что там есть, все нажимайте. До скорой встречи. С Ириной. Можно? Можно. Так, ну, мы... Мы расспросились у продавца насчет ситуации, которую вчера нам сказали на улице. Другие продавцы, которые... Что-то я неправильно. Ну, ничего. Ничего, мы из тебя сделаем хорошего репортера. Хорошо. Камера, мотор. У меня еще рука. У меня еще рука. Они уже знают, что мы пошли к сержанту. Дальше сюжет, да? Итак, как... Как? Мы так же пообщались с сержантом. Подожди, подожди, подожди. Начинаем с того. Мы подошли к Бусику. Он был? Нет, тоже опять не то. То есть так. Чего они сказать-то вам хотят? Натянувая. У тебя в первый раз неплохо получается. Давай. Все. Сколько все? Я не знаю, сколько. Откуда все? Ты так сказала? Ну, там несколько же было. А ты же этого не сказала, что несколько. Давай тогда начнем с этого. А зачем это говорить? Я говорю, все. Давай тогда начнем с этого. Да, сейчас все подают на Universal Credit. А подождите, я не знал эту информацию. Какую? Ну, что у вас с работой проблема. А вы в пятницу мне аренду заплатите? Вам доуборщица не нужно?